В этот солнечный летний день в городском парке культуры и отдыха Берска праздновали целых два дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и русского языка. Сегодня великому поэту исполнилось бы 217 лет. Считается, что творчество Пушкина внесло большой вклад в развитие русского литературного языка. Поэтому эти два события неразрывно связаны. Праздник этот в день русского языка проходит. Самое особое, что это развитие речи у детей. И, конечно, дети познают русскую литературу, что немаловажно в нашей книге. Стихи и проза Александра Сергеевича полюбились многим еще с детства, когда родители читали перед сном сказки о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке. Почему же при мысли о русской поэзии в памяти возникает именно фамилия Пушкина? Наверное, он настолько разнообразен в своей поэзии, настолько слог у него близок, может быть, именно русской души, я бы сказала. Вот так, поэтому всплывает, наверное, сразу Пушкин. Вот видите, у нас детки уже пошли на танцплощадки, они будут читать сказку. И еще будет две викторины, одна по Агни Барто, другая по Пушкину, потому что Агни Барто тоже юбилей в этом году. И решили так объединить детскую поэтессу и великого поэта. Программа праздника разнообразная и рассчитана на весь день. Сотни ребятишек со сцены по очереди читали сказку о царе Салтане, которую, кстати говоря, декламировали в этот день во всех городах России. Юные берчане и их родители с восторгом наблюдали за театральной постановкой о жизни Александра Сергеевича Пушкина и принимали участие в конкурсах. Дети яркими мелками рисовали на асфальте персонажей из полюбившихся сказок. Все пели, танцевали на сцене. Я принимал участие, читал на сцене. Я принимал участие в викторине, рисовал. Я нарисовал золотую руку и замок царя Гведона. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, То, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. Я рисовал замок царя Салтана, читал стих. Я желаю, чтобы у вас каждый день было хорошее настроение. Бесплатно прокатиться на аттракционах сегодня могли те, кто наизусть рассказал любое стихотворение Александра Пушкина. Праздник продолжался до самого вечера. Берчане могли услышать романцы на произведения Пушкина и стихи. Кроме того, всех желающих учили танцевать полонез и кадриль – самые популярные танцы пушкинской эпохи. Продолжение следует...